приветствую прекрасная на связи анна лесная это наш первый эфир в аккаунте сейчас мы будем проводить его с прекрасным гостей и также с вера подключится а а сегодня у нас старт великого дела мы начинаем наконец-таки рассказывать о нашем комьюнити эвэксистерс питерском комьюнити сердце нашего движения сестринства и я создатель этого комьюнити анна лесная приветствую всех кто будет смотреть записи этот эфир пару слов скажу о себе о комьюнити представлю веру я тебя приветствую очень счастлива что мы с тобой здесь сейчас пришли к этому моменту и я кушерка естественных родов я женский целитель и психолог этнопсихолог можно так сказать также я мульситворец реализую принцип целительные силы творчества исследую природные способы оздоровления очень глубоко все необходимые инструменты для здоровья тела и души я исследую собираю и применяю в рабочими гостями на наших практиках комьюнити я мама этого комьюнити мама дитя своего сына и блогер и сегодня мы с верой будем говорить о самореализации в легкости хочу представить тебя вера это коуч психолог это мастер трансформационной игры лила чакра также это танцовщица прекрасная небесная скоро вы увидите видео в этом аккаунте нашего творения храмового танца вот в общем наша комьюнити она баланса духовного материального здоровья о гармоничном гармоничной интеграции древних знаний коренных о женской силе счастья и процветания до истинного изобилия оргазмичности проявленности сейчас мы поговорим о самореализации в легкости женской женской да что важно потому что у нас женское комьюнити у нас тут пространство сестринство женский круг теплый красный шатер определенные ценности да такие как бережное теплое взаимоуважение и пространство эмпатии и экологичное общение взаимодействие взаимопомощь это наши ценности просто считаю необходимым все это озвучить потому что это первый эфир вообще в нашем аккаунте меня конечно бесконечно вдохновляет и я хочу спросить у тебя вера вот как у специалиста как у коуча что этим же и занимаешься как раз да помогаешь если я правильно понимаю да людям поэтому идти к своим целям легче и поскольку тема у нас такая да самореализация скажи пожалуйста что это для тебя вот как вот ты понимаешь что такое самореализация вообще и как это в легкости да и еще один момент вот мне прямо сейчас раскрылся вот что касательно темы женской самореализации то есть в чем ее отличие от мужской слушай на самом деле в этом плане такой начинается вопрос да в чем отличие от женской и мужской у меня вообще в последнее время такое знаешь общее состояние единение вообще всего то есть единение и мужского и женского и мира вокруг меня и я внутри мира и чем больше да чем больше живу тем больше изучаю вообще все инструменты да с которыми работа и прочее тем больше понимаю что мы все про одно и вибрация в целом ну в одном таком поле есть конечно различие безусловно между там мужским например тем же самым коучингом или работа с мужчинами да потому что с мужчинами я тоже периодически работаю иногда как это приходит ко мне и как бы женщинами да то есть две разные энергии мужчины с марса женщин свиньи соответственно если говорить про самореализацию да вообще если будем говорить про самореализацию то это для меня как бы скажем так когда вот в мире куда бы как бы в какое бы направление ты не отправился будь то материнство будь то профессиональная сфера да будь то общение например ну с людьми если брать как дружба или как что то то все это наша самореализация и если ты почувствуешь что ты ну я сейчас буду использовать термины в стиле в потоке ну как в потоке да то есть когда у тебя энергия прет когда тебе хочется отдавать когда тебе хочется прямо находиться да давать принимать да когда есть в этом баланс определен то есть нет вот этого нарушения что очень часто с чем мы очень часто сталкиваемся в жизни да и вот этот подъем как бы он происходит вот это как раз настоящее для меня такое знаешь ощущение тепла самореализации как раз вот во всех таких вот сферах если будем говорить про отличия то мужчины они больше всегда идут через какой-то труд то есть у них прямо что то такое прям какие то вот они они ставятся глобальные цели они прям к ним прут 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 если мы говорим именно про женщин а то вообще в моем каком-то таком понимании это всегда и про определенную мягкость то есть это и про жесткость но и про мягкость в основном то есть какое-то такое состояние легкости когда ты на лайте когда ты заботишься идешь как бы как раз сегодня всплыла тоже тема заботой о других да действуешь в своей да в какой-то системе там будь то семья будь то проявление да какое-то именно в плане работы да то есть вот это больше как бы проженскую реализацию потому что здесь раскрывается уже наш прям такой конкретный потенциал да вот это великой ма которая в общем она может проявляться везде и ее проявление везде оно как раз дает просто огроменный поток и огроменную поддержку во-первых за тобой ты чувствуешь огроменную поддержку от этой матери земли и вообще даже в целом да то есть по-разному это каждый может называть себя дальше чтобы здесь никого не пугать прям сильными такими терминами вот но вот когда ты это чувствуешь и когда ты с этим идешь мир то все получается и люди нужны притягиваются то есть создается вокруг экологичное пространство я заметила что есть действительно такая особенность у меня в мире уже несколько лет не присутствует людей которые бы были не экологичны то есть я всегда стараюсь ну как бы даже не стараюсь просто нахожусь в экологичном пространстве сама как бы общаюсь экологично и так далее но вот это если не считать да моей деятельности которой я занималась хотя и там можно выстроить вот этот вот ну соответственно вот это вот такое общение да вежливое и бережное вот сейчас про себе жесты я тебе задам на воде еще да-да-да просто вот это то что ты сказала про легкость да А вот мне заинтересовало, ты сказала, что какая-то жёсткость тоже, да, вот в женской самореализации. Это жёсткость, это как стержень. Это как стержень. Да, 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 это как структурность, как определённый стержень, это про это. Ну вот именно про это, про то, что стержень, когда он есть внутри, это прям очень мощный идёт поток и раскрытие. Да, просто я, когда слышу жёсткость, для меня это что-то ненадёжное. Типа я это воспринимаю как будто, если ты в жёсткости, то как бы если на тебя подует сильный ветер, ты можешь упасть. Ты сломаешься, да. Да, 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 да. А как раз вот этот вот стержень, да, он как бы всё равно как бы гибкость такую внутреннюю имеет, но при этом в нём есть определённость, да. То есть правильно ли я тебя поняла, что самореализация для тебя, вот как ты её ощущаешь, это разворот души, да, вот сути твоей природы во всех сферах без препятствий, да. То есть лёгкость заключается именно в отсутствии препятствий внутренних. Ты проходишь, ты проходишь через препятствия, проходишь через них, скажем так, не так, как если бы ты проходил, если бы ты прямо сжался, скуксился и такой попёр. А именно как бы, ну есть такое прохождение, потому что наш рост, он в основном стоит, когда мы идём, например, в свой какой-то страх, да. Но главное, как бы, как это, мы идём в страх, да, мы сдаёмся, по сути. Вот самое лучшее, что мы можем сделать, мы просто сдаёмся, сдаёмся там ситуации, сдаёмся ещё чему-то. То есть первая, да, вот эта фраза «я сдаюсь», я сдаюсь, и дальше уже действуем, то есть. Сдача необходимости трансформации, сдача необходимости эволюционного роста. И также при этом, учитывая, что мы, несмотря на то, что мы говорим про женскую самореализацию, есть вот такой план, на котором, в общем-то, это общая тема, да, для женщин или мужчин, потому что мы будем говорить сейчас о теме реализации души, да, реализации существа, кто пришёл сюда, да, здесь, на эту землю, для того, чтобы воплотить свой потенциал, назовём это так, да. Ну вот, мы сходимся в этом. Сейчас мы договорились немножко о языковой системе. И мне хочется задать ещё один вопрос. Вот ты себя сейчас ощущаешь в своей реализации, да, то есть чувствуешь ли сейчас ты себя реализованным человеком, в первую очередь на уровне человека, и затем реализованной женщиной? Потому что всё-таки мне хочется отметить такой момент, что женщины становятся матерями, да, у нас есть такой момент, что мы можем быть мамами. И если такое случается, то момент самореализации, он немножечко, ну, он значительно, скажем так, отличается от всё-таки мужской реализации. Есть такое. Есть такое. Да, да, в этом, скажем так, в этой сфере становится очевидно различие. Хотя я ни в коем случае не умоляю, что бывают прекрасные отцы, которые много времени проводят с детьми, которые дают своё мужское внимание, тепло там, да, и всё такое. Бывают такие семьи, да, и это нормально, в общем-то, да, естественно, сейчас уже, когда мы в новом времени живём, да, и создаётся сейчас новая парадигма культурная, союзов гармоничных, да, там, сотворцов, реализованных в лёгкости. Это реализация в лёгкости. Тем не менее, вот как вот для тебя сейчас, прям вот сейчас? Ну вот сейчас, на самом деле, я ощущаю себя как раз, вот я пошла в реализацию уже, да, у меня получается, что пришла моя дитя прекрасная, и она меня изменила вообще полностью, изменила моё понимание в принципе мира, и вот смотря на неё, уже там, когда я стукнула, по-моему, два месяца, я начала активно, в общем, продолжать своё обучение, я начала же обучаться ещё до этого психологии, да, то есть я продолжала себя прокачивать, и вот я стукнула два месяца, я снова начала кататься на лекции, и с тех пор ни месяца, наверное, не прошло, чтобы я не обучалась, то есть не поглощала знания, не пропускала их через себя, и вот сейчас я уже вышла на этот как раз путь реализации, вот прямо, ну, то есть мир для людей. У меня был вот этот прямо страх, да, пойти в люди вот с этим, с тем, что я имею сейчас, с тем, с чем я работаю, вот, и я через это прошла как раз с помощью и моих инструментов в том числе, и потом отдельно тоже про комьюнити, да, расскажу, вот, то есть и это мне очень сильно помогло, то есть ребёнок, он реально в корне меняет вообще твоё понимание мира, ты, ну, как бы у тебя просто вот мир вот так вот меняется, и я живу и с ней, понятное дело, что я реализуюсь как мама, это непростой, но очень интересный путь, то есть это прямо вообще, я до сих пор уже сколько год прошёл, а у меня до сих пор вот это вот ощущение, я мама внутренняя, и вот сейчас прямо идёт вот это уже осознание полностью, то есть погружение прямо в это материнство, как это, потому что до этого было тоже очень много таких моментов, что хочется уберечь, а человек маленький, и как это, вот, и поэтому сейчас это идёт реализация и в материнстве, да, и работа в отношениях, естественно, она бесконечна, особенно когда дитя, да, то есть вы встаёте рядом и, собственно, за руки проходите этот путь через всё, а дитя помогает вам тоже трансформировать ваши отношения друг к другу и вообще. И вот здесь я как бы вышла на самореализацию как раз профессиональную, то есть у меня вообще какой-то такой скачок произошёл именно в моём развитии, в моём понимании вот этого мира, и, ну, я прямо сейчас кайфую, вот сейчас я чувствую себя на своём месте, впервые в жизни, то есть я когда работаю, для меня работа — это кайф, это для меня прямо, ну, то есть реально отдых, я вчера, не знаю, провела три сессии, я не знаю, сколько часов, в общем, мы сидели, но в результате я вышла, и я не чувствовала себя какой-то уставшей, там, чё-то, ну, как это раньше было, да, на работе, а я чувствовала себя прямо на подъёме, кайф, я хочу ещё, дайте мне ещё кого-нибудь, я с радостью проведу танцессию или ещё что-то. То есть это действительно удивительное состояние, когда вот именно идёшь путём души. Вот я реально пошла путём души, и это, кстати, про комьюнити, потом ты мне задашь вопрос, потому что всё началось с комьюнити, конечно. — Хорошо, хорошо. Какое счастье тебя слушать вообще в таком состоянии, и так мне это понятно. Сама только что просто с утра проснулась, сделала свои утренние практики, и тут же сейчас со звонком проектом, потом тут же вебинарное наставничество, и сейчас вот этот эфир, и хочется просто, хочется, хочется продолжать. И когда вот так отдаёшь, ещё больше просто энергии приходит на это. И это воистину о раскрытии вот этого внутреннего ресурса, изобилия такого бесконечного, и блаженства, проявления себя. Поэтому для меня самореализация в лёгкости, она про сутевую проявленность, всё-таки проявленность сути. И вообще я исследую очень глубоко как целитель этот путь, учитывая контекст темы сепарации, как истории с сепарацией с мамой, с родителями, с партнёрами даже бывшими, такое бывает тоже. Именно сутевая кристаллизация твоей природы, твоей души здесь, и проявление ещё и здесь в материи. То есть не где-то в абстракции. Да, именно в сериальном. То есть это и про доход, это и про то, что возможно работать и получать деньги, просто транслируя эту внутреннюю ценность, распаковав себя. Да. Да, мне это очень близко. То есть, получается, тебе не всегда было легко, было время, когда тебе было невозможно как бы в таком качестве находиться. Как это проявлялось? Ну, это проявлялось тем, что, скажем так, лет, наверное, с 18 я в основном следовала не путём своей души, да, то есть у меня не было вот этого ощущения, а я следовала протоптанной дорожкой как раз моих родителей. Ну, к слову, про сепарацию и про всё прочее, да. То есть протоптанная родителями путь, да, педагогическая семья, и бабушка, и мама, и я, в общем-то, даже, да, в Киеве, получается, вписалась в эту всю историю. Я не спорю, что там есть определённый кайф, и я действительно испытывала кайф в процессе работы. Почему? Потому что для меня всю жизнь в приоритете была работа с людьми. И работа с детьми в том числе, то есть я кайфую от этого, на самом деле, до сих пор безумно, но не находясь в таких рамках, в которых, когда я находилась, да, я работала в школе, ну, до сих пор как бы числюсь, да, пока в декрете и так далее. Просто деятельность сейчас кардинально для себя сменила, да, то есть я пошла уже путём непосредственно своим. И, ну, вот, когда я была там, да, я, собственно, тогда пришла впервые, да, я увидела тогда, всплыла вот эта твоя слава рекламе, для тех, кто не любит рекламу, но всё равно слава рекламе, да, я увидела тебя, увидела твой ролик, и тогда я как раз пришла танцевать в первый раз. И я увидела, как люди делают по-другому, что, а как можно по-другому. И через движение, да, через вот эту суть, когда ты двигаешься, когда ты учишься чувствовать себя, своё внутреннее состояние, и ты понимаешь, что, ну, как бы всё, это вот ты уже достиг того пика, как это, как есть выражение, да, ну, я предаю себя, находясь здесь. Да, есть определённый кайф, есть определённые плюшки нахождения, но, тем не менее, общая система, да, и то, чем я занимаюсь, ну, это не моё, мне это не нравится, это вообще не ко мне. Я человек-человек, я люблю работать с людьми, мне очень ценно взаимодействие на душевном, на каком-то духовном уровне, и я хочу заниматься вот этим. То есть пришло вот это прямо понимание, и через женские круги, да, то есть вот это вот раскрытие внутреннего какого-то потенциала, признание в себе, что я могу, вот это прямо вообще очень классно оно пришло. До этого было, конечно, действительно очень сложно, очень тяжело, и как раз мои инструменты, да, которые я сейчас использую в работе, они очень во многом про это, потому что это путь, который я прошла сама, да, вот этот вот тяжёлый именно того, чтобы уйти, да, вот с этого снять фокус и направить фокус туда, вот к своей мечте, к этому глубинному, глубинному, глубинной потребности, да, реализации. Так, то есть правильно я тебя услышала и поняла, что когда ты начала заниматься телесными практиками, танцевать и познавать своё удовольствие, вот этот вкус лёгкости, для тебя стало очевидно те моменты, где ты находишься в другом состоянии, да, сжатым, да, когда у тебя тело реагирует на твою работу, которая у тебя тогда была, да, и, ну, была твоей реальностью каждого дня, когда ты передавала себя именно как бы то, что некомфортно для тебя, то, что тебя сжимает, да, то, что тебе неестественно, именно через контраст вот этих состояний, да, для тебя открылось, потому что получается, что в какой-то момент для тебя вот до знакомства с собой через интересные практики, через вот это бережное пространство, где ты можешь познавать себя. Получается, это было единственной возможной для тебя реальностью, потому что ты просто видела такую схему в своей семье, и ты просто по ней шла, потому что ну так правильно, да, и как бы типа так надо, и... Я не брала ответственность за свою жизнь, да, то есть это опять-таки про позицию. Я сидела тотально в позиции жертвы, сидела тотально в детской позиции. Вот это прям вообще... Как раз про то, да, с чем я тоже сейчас работаю. Это всегда бесконечно, да, то есть должна быть гармония. Все как бы должно быть присутствовать, но гармонично, то есть если что-то начинает передавливать, то здесь становится уже очень тяжело, и ну ты просто сам начинаешь себя, грубо говоря, убивать. Я на работе постоянно, ну очень часто я болела. Я просто сваливалась в болезнь, потому что ну я не выдерживала. Получается, что именно вот это для тебя было таким возможностью вообще уйти, потому что ты типа внутри себе не позволяла от этого отказаться, да, и как бы ну получается ты ну правильно понимаешь, что ты как будто бы не видела, как возможно хоть что-то изменить, да, просто тебе казалось, что это неизбежность. Ну то есть как бы в этом и заключается как раз позиция ребенка и жертвы, да, что тебе кажется, что ты такая маленькая, у тебя нет сил, ты не можешь ничего с этим сделать. Типа мир такой большой, там кто-то что-то порешал за тебя, да, и все, и ты вот вынуждена, ты типа должна как будто бы терпеть. И вот где вот это начинается, да, что вот потерпим, потерпим еще там годик, потерпим, да, вот это терпилово начинается, вот она как раз жертва тут и вылезает. Ну конечно смотри, какой интересный, да, путь, и у тебя, вот мне это тоже очень откликается в моей жизни, потому что тоже, конечно же, это было, и в общем-то через практики, да, я постоянно тоже говорю об этом, что у меня произошло и происходит процесс исцеления, да, познания себя и интеграции своей силы и вообще становления на свой путь, и потом, когда ты уже разбираешься в этом предмете прям основательно, когда ты уже знаешь как бы про позицию жертвы не из книжки, да, а когда ты выбираешься из себя, собираешь, блин, по кускам там, по осколочкам из какого-то вот этого состояния, да, как бы переучиваешься заново, да, учишься жить без вот этого, да, то есть по-настоящему быть взрослым, даже если ты, может быть, возможно, такое бывает часто, да, не видела даже в своей семье такого примера, именно жизни в наслаждении, да, самореализации в лёгкости, да, то есть ты, получается, в своей родовой системе первая женщина, да, кто выбирает для себя как хозяйка своей жизни вот такой путь уже, да, то есть как бы тот, который ты имеешь право, то есть, да, в этом, конечно, очень сильно комьюнити помогает, собственно, на самом деле я создала это комьюнити именно для того, чтобы хотя бы было такое пространство безопасное, чтобы женщина могла просто прийти, хотя бы выдохнуть и просто побыть собой вот как бы в обережном круге без вот этих вот влияний, контекста, в котором вот эта душа оказалась в силу своей личной истории, в силу того, что она видела, там программы в силу даже, ну, программы, я имею в виду, родительство такое, там, социумус такое, ну, в силу каких-то выборов, которые она совершала даже под воздействием вот этих программ и так далее, да, когда она не слышала себя, чтобы была возможность просто хотя бы остановиться, просто услышать себя в моменте, да, и узнать, а как еще возможно для меня, если из легкости. Здесь можно я только добавлю немножко все-таки по поводу родителей такой момент. Смотри, у меня получается, что у бабушки вот это прям ее тема, ну, то есть тема преподавания и все это ее, она, ну, вот реально, вот она в этом реализовалась вообще полностью. Мама вот здесь, мама, она уже пошла немножко другим путем, она как бы и интеграция, то есть у нее и преподавание, и она тоже занимается, да, и практиками и так далее, она у нее вообще как бы в этом плане тоже очень прокачанный человек, да, то есть она немножко сместила фокус. И когда вот я прошла уже вот этот путь, да, и мама увидела, что, ну, мне тяжело реально объективно, она говорит, как бы действуй, вот как считаешь нужным, да, то есть вот это вот. И, ну, то есть типа я ок, я тебе доверяю, я тебя поддержу, и это на самом деле очень важно. То есть я получила вот эту поддержку и получила свое, ну, как бы вот этот свой, да, очень-очень важный момент, который как раз меня направил в реализацию. У меня просто типа метод матрицы, да, собственно, которой я занимаюсь. У меня есть такая фишка, что жить не так, как жили мои родители. И это прямо для меня тогда был такой во время разбора, такой, знаешь, бум, типа как не так, а как вообще можно по-другому? Ну, вот к этому и пришли. Да, короче, сейчас есть много инструментов самопознания крутых, которые позволяют, кроме того, чтобы со своей душой, да, с телом встретиться, еще и прочитать разные свои, ну, получить отражения, да, через вот это чтение разных своих сутевых аспектов. Вот, так же возможно еще структурировать эту вот свою суть и направить ее к своим желаниям, потому что желание души искренне, это голос твоей эволюции, прям, сегодня вообще фонтанирую инсайтами, потому что желание — это реально голос твоей эволюции, вот. Почему? Инфигатель. Потому что, да, потому что там как раз вызовы тебя ждут. Если душа твоя этого хочет, значит, энергия жизни хочет течь в этом направлении. Позволяй себе идти путем этим, которым ты хочешь, на самом деле, больше всего, распаковывая именно свои желания, инвестируя в распаковку этих желаний, да, свое внимание, то есть забирая из вне, внутрь себя, соединяясь с собой, исследуя себя, ты идешь вот в свою прямую эволюцию, прямым путем, как бы. Не когда тебя жизнь через какие-то сценарии там избавлять начинает от твоих препятствий. На этом пути. О, да. А когда ты творишь свою реальность. Да, это прекрасно. В общем, комьюнити помогает, допустим, усиляет себя, да, и дает вот это пространство. Также, конечно, здесь возможно поддержку получить, потому что то, что ты получила поддержку своей мамы, это большая творческая удача. Вообще-то такое происходит не всегда. Очень-очень не всегда. Да, работали, знаем. Да, да, такое происходит часто, что сепарация, да, вот с родителями, она как бы задерживается еще, потому что в целом, как бы, родители очень такие доминирующие были, контролирующие, может быть, холодные, да, эмоционально, рациональные очень, да, то есть такие прям с холодным разумом, да, типа, а вот эмоционально-чувственная сфера, она вообще отморожена, да, и получается, что девочке еще нужно пройти этап вот этой отморозки. Вот, перед вами пример такого человека. Отморозка. Чтобы мне вообще после этого всего, что я прошла, да, вот в связи с холодной атмосферой в семье, да, там, в своей личной истории, мне прийти к состоянию живой, теплой женщины, большой путь был, да, и в телесных практиках, и в терапии, и в разных методах самоисследования, что, мне кажется, я попробовала все практики почти что на свете. Просто, ну, очень многие, да, там и шаманские церемонии, и много-много разных, да, вот техник саморазвития, познание себя, освобождение себя, там. В итоге, да, были найдены инструменты. И женский круг, конечно, да, он дает такое теплое пространство, да, где ты можешь спокойненько, по капельке себе отогреваться, да, и начинать учиться, слышать себя, а не вот эта куча голосов вокруг, которые что-то от тебя хотят, да. От тебя хотят как от человека, как от женщины, как от дочери, типа, как от какой-то еще роли, как от матери потом, да. Слышать свой звук, свой голос, да, этому посвящены многие практики, да, в нашем комьюнити, будь то танцевальные практики или раскрытие природного звучания, да, когда ты начинаешь не только слышать себя, но еще и звучать собой. Так, ну что же. Интересная рука. Какая прелесть. Внутренний ребенок мой захотел такую ручку. Она выросла еще. Скажи, пожалуйста, Вера, чем сейчас ты занимаешься именно как специалист? То есть в чем проявляется твоя самореализация сейчас как специалиста? Я осознала как-то внутри себя, тоже общаясь с достаточно сильным проводником, что ты не можешь давать людям то, через что ты не прошел сам. И я тут поняла, что мой путь, он, ну, он очень ценен для меня и, возможно, будет ценен для кого-то другого. Поэтому я пошла ровно, прям вот у меня есть тот момент, который я прошла, все началось, естественно, ну, с того, что я попала, да, в наши комьюнити, Awake Sisters, и то, что пошла на танцы, да, то есть здесь появилось прям такое ощущение, да, тела своего и ощущение как бы уже себя. Дальше все просто, я говорю, это магия какая-то, тебя притягивает к себе людей, то есть люди начали, вот, которые приходят к нам, они и проводники сильные, то есть каждый в свою общую стезю. И с девчонкой встретилась, с которой очень много лет не виделись. И вот мы с ней как раз тоже завязали что-то разговор, и сначала я пошла на игру, да, это как раз была Лила Чакра, игра на намерение, то есть что значит? Ставишь какую-то цель-то, то, что ты хочешь, желание души твоей, ну, какое-то истинное прямо, помощь формулировки, да, то есть прямо раскапываем в процессе, что хочешь, ставишь желание, идешь по полю, да, по игровому. То есть, ну, на Лилу очень похоже, на самом деле, если брать просто Лилу, но здесь это такая интеграция, то есть это и Лила, и китайская книга перемен, то есть такие философские системы, перекликающиеся, да, и чуть-чуть подключение еще чакральной системы на таком, ну, более легком уровне. И, соответственно, человек идет, да, проходя по полю, по сферам жизни, да, которые могут ему помочь, например, то есть что ему может помочь в достижении намерения, а что может, например, мешать. И игра очень мощная, то есть на подсознанку, работа с подсознанкой идет просто от ас. Ну, то есть я сколько не смотрю, сколько не смотрю на результаты, на процессы игр, действительно люди выходят, у них просто, и я по себе знаю, да, что все меняется. Потому что после своей первой игры как раз у меня тоже такие изменения просто шуранули. Это первая, да, такая глобальная часть. Вторая часть меня привела к матрице. Мне очень нравятся разборы, я люблю разборы, я в каждом из них нахожу для себя очень ценную информацию, которая помогает подгружать. Да, матрица судьбы, матрица судьбы. И как раз, как бы, я делаю и астрологический разбор, и human design, и мне эти, ну, как бы, мне эти знания, они помогают вообще по жизни, да, то есть тоже разложить себя по полочкам. То есть классно понимать, как ты вот вообще существуешь. А матрица, она создала такую прямо объемную картину для меня в тот момент. И вот там я как раз увидела вот эту свою суть реализации, от которой я бегала и такая, типа, да нет, да, короче, это фигня, нет, я не буду этим заниматься, это несерьезно, да. То есть опять-таки откуда-то, откуда-то вбиты вот эти стереотипы о том, что этим заниматься это как-то несерьезно и прочее. И я развернулась, и я поняла, я просто почувствовала изнутри, что, блин, как это вообще круто, как я чувствую себе каждую энергию, как она во мне вибрирует, как круто показывается предназначение. Предназначение — это не то, кем ты должен быть, не знаю, учитель, врач или что-то, это что-то глобальное, это глобальная твоя какая-то миссия, которую ты выполняешь. И когда действительно я до сих пор просто возвращаюсь к своему разбору, да, матричному, который мне девочка делала еще тогда, до того, как я пошла на обучение, и я понимаю, что мне легче проходить вообще по ступеням к каким-то жизни, использовать как бы какие-то инструменты и, ну, попадать прямо в поток. То есть матрица помогает попадать в поток. И именно прорабатывая свою матрицу, то есть находясь, да, через аффирмации это делается, через медитации, как раз у меня внутреннее ощущение, что это помогло мне призвать мое дитя, потому что это была моя очень давняя мечта. Я никому как бы об этом не говорила, потому что я об этом мечтала еще, не знаю, лет 14, наверное, я мечтала прямо о дитя, ребенке, и, ну, да, и я даже не знала, у меня вот не было такого сознания, знаешь, типа, зачем я это делаю. Я просто шла вот этим путем. Вот мы съездили летом на семинары как раз с Wake Sisters, там я раскрыла, да, свои, ну, как бы душевно выговорилась о том, какое желание мое на самом деле. Потом матрица, потом лила, потом матрица, и вот, ко мне приходит самый большой дар, неожиданный просто, самый такой момент тоже для меня неожиданный, но самый большой дар, то есть о котором, да, я всегда мечтала, ребенок. И дальше продолжается, да, обучение психологии и прочее. И коучингом я тоже занималась как раз вот параллельно. В этой же программе я была у девчонки на курсе как раз, мы прокачивали, да, работали с мышлением и со всем. И когда я родилась, я тоже продолжала вот эту работу, и потом я поняла, что коучинг – это прямо вообще тоже суперинструмент, потому что действительно прокачка, смена фокуса мышления идет колоссально. Что такое, что это, да, чтобы немножко объяснить, да, вот самым простым способом. У нас есть мозг, да, мозг, есть два таких центра, я сейчас точно не скажу с научной точки зрения, как это называется, но есть центр, который отвечает, да, за позитивные эмоции, есть, который отвечает за какие-то негативные. И вот какой центр мы с вами будем прокачивать больше, да, соответственно, так нам жизнь все будет подставлять. То есть таким образом, если мы прокачиваем негативный центр, да, например, то, соответственно, мы начинаем притягивать к себе соответствующие события, да, если делаем фокус мышления, да, фокус наших мыслей на негативных каких-то моментах, это к себе начинаем притягивать. А если делаем на позитивных, то, соответственно, начинаем качать там. И мир как бы начинает отвечать взаимностью. Я не знаю, как это объяснить по-другому, эзотерически, не эзотерически, но это реально так. И вот коучинг, он помогает держать именно, знаешь, фокус на цели. То есть это прямо, когда ты видишь цель, ты к ней идешь, тебе может быть страшно, да, то есть могут быть страхи, какие-то убеждения и так далее, но коучинг это прорабатывает, и ты можешь идти дальше, можешь двигаться дальше. И это прямо настолько круто, то есть как бы это бесконечный путь, естественно, всегда для всех бесконечный путь, потому что всегда можно лучше, всегда можно выше для себя, для своей реализации. Но это очень помогает, то есть именно держать фокус на чем-то позитивном, проходить через какие-то вот такие истории, и, соответственно, получается, что, ну, прям реально классно. То есть вот то, что я с тобой сейчас в прямом эфире, это вообще я не представляю, если бы мне кто-нибудь, не знаю, сказал полгода назад, что я буду вообще в прямой эфире стаграмить, когда, ребята, что, нет, нет, я нет. А сейчас я иду, и мне классно. Есть ли у меня какие-то такие внутренние, ну, трепет? Есть, конечно, это прикольно, это новый опыт. Но то, что я сижу здесь и говорю, это, блин, уже показатель того, что как это вообще все круто работает. Вот, прости, прямо отологи, такой диалог. Вот такой путь, три инструмента, очень, в общем, действенные для меня. Да, 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 но я просто помню, действительно, твое первое состояние изначально, когда ты приходила на занятия. Давай расскажем, чем ты занималась-то прежде. То есть Вера была учительницей английского в школе. Поэтому Вера произносит like sisters. Sisters. Да, да, и, ну, да, вот, то есть учитель английского в школе. И, причем, самое классное, что мне еще офигеть как повезло, потому что школа у меня, она офигенная в том плане, что очень теплое отношение вообще людей, учеников, учителей друг к другу. То есть у нас еще как бы это все кайфово. Но, тем не менее, это все равно государственное учреждение, соответственно, там все равно есть свои какие-то штуки, да, там, типа, заполнение бумажек, вот это все. Вот с этим мне совсем тяжело. То есть люди крутые, людей обожают. Но работать прямо тяжело. Ну, то есть это вот прямо внутреннее такое. Ну, было все равно чувство, что ты можешь больше, да, то есть как бы что ты вроде все хорошо, но ты пришла к своему внутреннему какому-то потолку, и сейчас уже пора расширяться. То есть необходимо выходить в новое качество и в том числе выходить в проявленность, да, то есть начинать уже не только как бы внутри своей зоны комфорта, вот этой вот удобного мира, который там как коробочка стал, да, выходить в новый дивный мир и открывать себя изнутри и наружу, да, то есть само для себя себя открывать, и потом начинать вот это сияние уже проливать вовне. Да, в общем, получается, что, давай сейчас подытожим, как тебе помогли, все инструменты, да, резюмируем, так сказать, да, именно в контексте самореализации в легкости. Но у тебя все-таки были, да, вот страхи, которые, с которыми ты работала, да, на пути к тому, чтобы начать, да, вот фокус внимания забрать оттуда, да, то есть создать как баллона, ну, то есть это вообще, реально, вообще суть сепарации прям классическая схема, получается, да, что вот это пространство, где преемственность, да, там родовая, семейная, да, что там вроде все работали, да, в этой школе, и ты работала, да, и получается, что с вот этой проторенной дорожки, многолетней проверенной, когда тебе говорят, это проверенный вариант. Это безопасно, это безопасно. Это на самом деле, это все иллюзии. Короче, вот эта, да, вот эта тема с вызовом самой фундаментальной потребности в безопасности, получается, да, что, потому что вот эта вот парадигма, да, современного общества, что все-таки есть идея о том, что такое безопасно, ну, то, что ты сказал, что это иллюзия, да, что в самом-то деле получается, что самое-то безопасное — это самореализовываться именно из-за своей сути, да, то есть вот это безопасно на самом деле, потому что ты не теряешь времени в своей жизни даром, ты не предаёшь себя. Самое опасное, вот я считаю, это, ну, потерять время, да, вот. Потерять себя тоже. Тебя, да. Начинать с самоуничтожения просто. Да, и потерять своё здоровье на этом, да, потому что происходит именно самоуничтожение начинает на физике проявляться это предательство себя, конечно. Поэтому, да, чем раньше ты начинаешь задаваться вопросом, какова моя природа, да, то есть как для меня классно, куда меня моя душа идёт, чего хочет моя душа, как мне услышать себя настоящую. Чем раньше ты задаешь, тем просто, тем безопаснее твоя жизнь. Вот это да. Классная работа с возражениями, да? Так, ну, расскажи ещё, вот как вот конкретно всё-таки тебе это всё помогло, вот каким результатом тебя это привело, твоё знакомство с этими инструментами, да, такими как коучинг. Коучинг, ну, с ментальной частью, да, работы, сознание, правильно я понимаю, что он работает с мышлением, это то, как ты мыслишь, как ты думаешь, правильно? Абсолютно верно, да. Матрица судьбы — это распаковка твоей энергии и души, с которой ты идёшь. Как бы это одна из возможных схем интерпретации, да, но он очень многомерный. Да, 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 да. Как отражение, да, конечно, тут зависит всё тоже от проводника. Вот, и ещё у меня один вопрос, кроме, да, вот первый, давай вот этот вот сейчас, что как конкретно тебе это помогло прям подытожить, если резюмировать? Угу. Если резюмировать, да, то мне это помогло в выборе, да, то есть в выборе именно вот этой сферы, идти именно этим путём и ощущать её на глубинном уровне. То есть у меня получается, что я искала что-то, вот ни одно направление не откликалось, не откликалась именно вот какая-то система, знаешь, как пазл, когда ты складываешь. И вот у меня прям пазл сложился и из игры, и из разбора, и из коучинга, потому что всё это есть коучинг, то есть всё, и Матрица на некотором роде — это коучинг, Лила — это однозначно коучинг. То есть там всё равно, когда ведёшь игру, да, правильное умение задавать правильные вопросы для того, чтобы человека вывести на уровень, да, какой-то определённый осознание. То есть мне это помогает сейчас в работе, да, с клиентами, соответственно, с моими, да, и помогает мне во внутренней потребности реализации, как и, ну, да, материально в каком-то плане, так и в духовном плане, потому что на самом деле и игра там, и разбор — это, ну, и духовная система в некотором роде. Ну, это не в том плане, что ты там, не знаю, должен креститься от каких-то религиозных своих взглядов или что-то, нет. Ну, просто для меня это как духовный путь, именно духовный просто, ну, как эволюция моей души, ну, я это прям чувствую внутри вот себя. Вот, поэтому это одновременно получается, что это и духовное моё развитие, одновременно получается, что это и моё развитие как бы как в профессиональном плане, и это как раз то, что я искала. То есть мне нужно было найти, чем я могу заниматься в мире, кроме как преподавать английский язык в школе. Я нашла вот это и понимаю, что сейчас вот у меня прям энергия идёт, сейчас я готова отдавать, сейчас я готова там классно как-то делать, ещё, возможно, потом буду делать из этого какой-то такой продукт, то есть прям единый, чтобы прям по системе провести и показать, насколько классно может измениться жизнь, да, при всех продуктах. То есть вот сейчас пока какие-то вот такие вот мысли, да, и они идут ещё на уровне, ну, всё потихоньку начинает масштабироваться, да, потихоньку начинает вырисовываться какая-то миссия, именно вот миссия потребность души, вот реализации вот именно какой-то определённой миссии, ну, соответственно, в проявленности, да, в мире, в жизни вообще. Да, для меня это миссия, ну, так, я совсем кратко, это работа с семьями, здоровые отношения. Вот это прям для меня. Ко мне все приходят с отношениями почему-то. Кто-нибудь приходит, всегда просто по отношениям. Я всегда почему-то с этим работаю. Это, в общем, очень-очень интересно, да, то есть тоже как вырисовываете именно направление, потому что коучинг же может быть разный, да, бизнес коучинг, там, денежный, ещё что-то ко мне почему-то приходит всегда с вопросами отношений. Я с радостью работаю с этим. У меня тоже богатый опыт, да, по определённой кризису, который я проходила. Как говорится, да, что лучше всего человек может работать с тем, через что он прошёл сам, да, через те моменты, когда был там самый тяжёлый кризис, какие-то, ну, такие моменты. Получается, что ты нашла ответы на вопросы касательно своей миссии здесь. Начала её соединяться, да, именно с таким глобальным пониманием. Потом ты освободилась от страхов, да, и чувствуешь подъём энергии, у тебя теперь энергоизбыточность, да, ты перестала сливать энергию свою, как бы, а вы куда? Да, она гораздо менее, ну, как, она всё равно где-то в каких-то... Мы же живые люди здесь все, я не говорю, что я буду, и что я себя проработала, вообще нет. То есть работать всегда есть с чем, всегда есть куда идти. Я понимаю, что если, да, мы, собственно, суть какая, мы сравниваем себя только с теми, да, кем мы были вчера. Это самое экологичное сравнение, да, и самый классный путь, ну, да, видения, как вот ты эволюционируешь вообще как человека, как личность. Вот, и я прям, ну, то есть кайфую, я вижу, как меняюсь каждым днём. Я вижу, что если какие-то вопросы всплывают, то я уже не как раньше, не знаю, укатываюсь с депрессией на целую неделю, а я так, вот такая, а что я сейчас выбираю, в каком состоянии я выбираю быть. И это переключение идёт гораздо легче, то есть реально легче проходить через какие-то, да, кризисы, через какие-то ситуации и прочее. Это прям классно. Ага, да, то есть ты, получается, стала управлять своими состояниями. Да. То есть это получается, что поток потоком, да, но вот ты гребёшь в этой лодочке. Ты в центре своей жизни стала. И это стало проявляться в конкретных действиях, то есть ты стала выбирать для себя направление движения своего, стала отказываться, да, опять же, да, от того, что не твоё, да, то есть у тебя начал образовываться как раз твой внутренний хребет тот самый, да, чёткий. Тот самый стержень, да, классный. Да, да, да. И, получается, ты, да, освободилась от многих препятствий твоей сутевой проявленности, да, будь то страх и так далее. А подскажи, а как на уровне чувств? Вот ты работаешь с планом чувств и просто коучинг коучингом, да, ментал, там, мысли-то мыслями, а чувства-то как? Они же тоже наверняка поднимают. О, коучинг работаю с чувствами, конечно, но да, 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 коуч может работать, потому что один из вопросов обязательно, который задаётся, что чувствуешь, потому что здесь очень важно, потому что мы якорим наши классные, хорошие состояния именно за счёт эмоций. Тут мозгом ничего, нифига не проработаешь, если ты не будешь работать и с этим тоже. Просто в чём разница, да, отличие коучинга от психологии той же самой. Психология, она смотрит назад, да, то есть какие-то, может, травмы, может, человеку нужно снять, да, какую-то там, ну, вот, пенку верхнюю каких-то вот таких вот, ну, вот, проблемных, да, именно ситуаций. Коучинг – это больше про цель, но и в процессе достижения цели у тебя могут всплывать какие-то там ситуации и так далее. И коучинг, как бы, в этом плане, он не работает с травмами, то есть с травмами – это лучше, ну, здесь к психологу обращаться. Но поскольку я по образованию психолог, то у меня получается, что периодически в работе я ухожу и туда. То есть я могу спросить у человека, да, ты хочешь сейчас сходить туда? У тебя там что-то важное, ценное есть для достижения твоей цели? И человек говорит, как бы, да, давай сходим. И там немножко посмотрели что-то, да, там, ну, как-то полечили, прочувствовали, да, то есть человек такой хоп и такой вот, я, типа, вывел вот это зерно, мне было нужно, и дальше страивается к колью, идет, то есть коучинг – это больше продвижение вперед. И в этом ценность тоже большая. Я не обесцениваю психологию, она тоже очень нужна для того, чтобы как раз вообще, в том числе умение, да, держать фокус на цели тоже. Вот сейчас ценный момент касательно твоей экспертности, потому что все-таки ты коуч-психолог. Да. Расскажи мне, пожалуйста, мой друг, в чем отличие между игрой Лила и Лила-Чакра? Слушай, я в Лилу играла очень давно, поэтому я тебе сейчас прямо четко не скажу, в чем различие, но по ощущениям, да, то есть я могу говорить в этом плане только по ощущениям Лила, она такая прямо, если брать чисто Лилу, она прямо совсем глубокая, совсем уходит в философию. Лила-Чакра полегче, она тоже глубокая, но ее легче воспринимать. Ее воспринимать на уровне восприятия, она идет чуть-чуть легче, и может она в этом плане как-то несколько проще. Хотя поля, ну, у полей разные названия все равно, ну, то есть суть одна, да, то есть лестница и змей, поднимаешься, падаешь. Вот эта суть, она одна. А кто создал Лилу-Чакру, в смысле, если игра Лила, это древняя егическая игра, а кто ввел вот это поле? Лила-Чакра — это проводник, его зовут Евгений Китанин, да, он произвел не только Лилу-Чакру, да, как игру, а еще и у него есть игра ангельские шахматы. Про него можно почитать в интернете, я прям так много информации не знаю, я через проводника, собственно, получала, да, передачу знаний об игре, вот, и официально я размещена на сайте, да, людей, которые могут проводить эту игру. Но он такой очень тоже глубокий, духовный такой, берем, и наставник, у него тоже свои какие-то течения, но я их, если честно, подробно не изучала, то есть для меня, у меня фокус был именно на саму игру, потому что я понимала, насколько это мощный инструмент, то есть это прям очень круто. Ну, то есть, ну, как бы в чем там суть-то, что ты выкидываешь кубик, да, и также ты ходишь по нему и попадаешь на какие-то состояния, да, Ну, я скажу, вот пару слов об этом, просто, ну, кто-то вообще не в курсе, что такое Лила и как, что это за игра такая. Здесь, да, то есть я говорю, ты ставишь намерение какую-то цель, свою определенную, созвучную тебе, да, твоему внутреннему состоянию, внутреннему миру, ставишь вот это намерение, и дальше начинаешь идти по игре. В чем различие вообще, ну, Лила, Лила, чакры от других игр, что кубик ты здесь кидаешь два раза. Первый раз ты попадаешь на поле, второй раз ты кидаешь кубик, и ты, как бы, это твоя вибрация относительно этого поля. Рука никогда не врет. И даже онлайн, когда я проводила игры, я не знаю, как это получается, но реально, то есть всегда попадание идет стопроцентное, когда человек, например, начинает ходить где-то кругами, то есть также он по жизни ходит кругами, да, по каким-то, ну, полям, да, по каким-то жизненным ситуациям. И, соответственно, так человек движется наверх, да, есть два поля выхода, поле, там, 58, поле 60, ты, да, это вот две такие точки, через которые ты выходишь из игру, то есть это достижение цели. И игра, я говорю, она никогда не врет. Когда это не истинная твоя цель, игра тебя откатывает назад, то есть ты можешь вылететь в ноль, например, и нужно переформулировать как-то цель. Соответственно, ну, то есть вот здесь магия происходит именно в процессе игры. То, что я сейчас описала, это как бы просто, по сути, слова, да, я могу попробовать на уровне эмоций это как-то передать, но это все равно не то. Когда входишь в игру, ты прямо попадаешь на поле жизни, смотришь, что помогает, что мешает, где какой-то затык, а где у меня что-то внутри, да, что там происходит внутри относительно моего, потому что очень часто люди игнорируют это, да. Ну, часто происходит, что мы игнорируем какие-то моменты внутри себя, а на самом деле в них нужно идти. Есть даже такая теория, наставник у меня говорит, тоже она у меня играет, и она говорит, что, типа, пока не пройдешь сферу отношений, ну, вот прямо на каком-то глубинном уровне, не разрешишь, может быть, для себя какое-то решение не примешь, то в деньги не выходишь. Вот такая вот есть теория, пока все, как смотрели по играм, реально работает. Очень интересно. Но не факт, что это будет так со всеми, но просто теория сама по себе интересна, что сначала заглянуть в отношения. Да, интересно, конечно, узнать, в чем отличие конкретно от Лилы Ориджинал будет мне, потому что я обучаюсь сейчас на проводника Лилы Ориджинал. Крутяк! Крутяк! То есть самые глубокие древние егидические игры. Да. Можешь с тобой потом поменяться играми? Да, конечно. Я не знаю, но ты для меня. Да, да, да. Бомбы вообще. Ну что же, мой друг, спасибо большое за эту беседу. Я вижу, что вы раскрыли много аспектов разных самореализации женской в легкости и просто самореализации, да? Посмотрели на разные инструменты, какими возможно познавать себя, да, помочь себе, распаковке себя, какие бывают пути, да, и выделили своим опытом, что очень ценно. Скажи, пожалуйста, может, ты хочешь что-то пожелать тем, кто нас смотрел? Вот я очень благодарю всех, кто с нами. Так приятно, что вы здесь. Добро пожаловать в пространство эфира. ФВХ Систры СНП мы будем проводить периодически с радовыми темами. Да, я тоже благодарю всех. Моё пожелание — слушать своё сердце, да, исследовать своей душе. И я всем, кто сегодня присутствовал или тем, кто будет смотреть в записи, хотела бы сделать сегодня такой подарок. Ко мне можно прийти бесплатно на разбор. У меня буквально, наверное, ещё где-то три местечка есть, чтобы взять. Можно написать мне в директ. Я думаю, что мы оставим здесь ссылку. Просто приходите, мы посмотрим ситуацию вашу, потому что всё начинается с того, что просто смотрим общую ситуацию. Это такой мой подарок, да, то есть это безоплатно. Вот. И, соответственно, добро пожаловать. Е-е-е-е, вау! Может быть, мне сходить. А может быть, и сходить. Благодарю, дорогая. Я благодарю наше пространство. И тоже желаю всем... Пожелаю всем, я желаю всем веры своей природе, да, и доверия своим инстинктам. Да, то есть... Доверять своим инстинктам и раскрывать себя через наслаждение, через удовольствие. Приглашаю к нам на практике, конечно же. Ну, в общем, вы можете найти расписание наших регулярных встреч. Скоро буду баню проводить. Я еще пармастер, забыла сказать. Ну, короче. Добрый путь нам и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пишите свой инсайт, если будет, что для вас было ценно. Мы так сможем. Вы выбирайте темы эфиров, слышать вас и раскрывать эти темы. Все, пока.